Давайте, давайте, давайте. Что это? История болезни? Виктория Сергеевна, не время читать. Калите ему реланиум. Ага. Так. Хорошо. И давайте на всякий случай ледокаин. Да. Не жалейте, не жалейте. Вот так вот. Мы его теряем, доктор, мы его теряем. Вижу, вижу, вижу. Реанимируем два кубика адреналина. Да, конечно. Хорошо. Не помогает. Непрямой массаж сердца. Активней, активней. Вы чего делаете? Больно же? Вы мне так все ребра переломаете. Так. Дефибриллятор. Быстрее, быстрее. 200. Разряд. Больно же. Ага. 400. Разряд. Аааа. Что убери ты эти утюги? Ты ж меня сожжешь. Да нафиг что? У меня просто аллергия на ледокаин. Это в истории болезни было написано. Аааа. У него отсутствует дыхание. Вентиляция легких. Ага. Сейчас. Парень, мы тебя спасем. Вы ж меня так задушите нафиг. Да? У меня просто аллергия на ледокаин. Просто вкалите кетамин. Что же делать? Что же делать? Кетамин. 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 Доктор, ничего не помогает. Может быть, вколоть ему кетамин? Бинго. Молодец. Молодец. Скажи, давай. Поздно. Что поздно? Потеряли. Ничего не потеряли. Ничего не поздно. Оденьте шапки свои быстро. Шапки одели. Кали, давай, бери свои утюги. Ихреначь меня, ну. Все. Сделали все, что могли. Что вы могли? Что вы сделали? Ничего не поздно. Вставай. Вставай давай. Вставай давай. Вставай. Вставай. Вставай давай. Ну, давай. О, чудо. Доктор, он очнулся. Очень странно. Сухи. Я вас по судам затаскаю. Что там? А, я не знаю, что-то неразборчивое. Меня чуть не угробили. У меня же в истории болезни написано. А, Ледокаин. Ледокаин. Говорит, что это ледокаин, ледокаин. Точно. Катерина Сергеевна. Да. Операция продолжается. Вкалите ему два кубика ледокаина. Ага. Нет. Четыре кубика ледокаина. Чтобы наверняка. Да вы что, идиоты, э? У меня просто аллергия на ледокаин. Если вы меня просрете, я буду каждую ночь к вам во сне приходить и читать вам мою историю болезни. Значит так, доктор. На этот раз вы историю болезни прочитаете. Ладно, прочитаю. Это ваше суеверие. Что за почерк? А, это мой. Добрый день. Вам пивка или молока? Да что ты орешь? Ребенок только уснул. Нас мама отпустила погулять, а я решил к вам на минутку заскочить. Пивка мне, пожалуйста. Сто грамм. Почему сто грамм? Ну, сказали на минутку. Да это я так образно бокал не... А! Ты, малыш мой, засыпай, а ты пиво наливай. Понял. А маму? Что маму? Да ему рано еще. Ти-ти-ти-ти. Пожалуйста. Ну? За детей. За детей. Ай, блин. Ти-ти-ти. Сын и папа пришли в бар, обошли мамин радар. Малыш громко не кричал, папа пиво допивал. А у вас неплохо получается. Ну так, опыт, опыт не пропьешь. Ну за опыт. Хуже теща, а. Ч-ч-ч, папа выпьет лишь бокал, так он маме обещал. Ладно, папа выпьет два, но придет он не в дрова. Слушайте, может вы ему, а я пока... Сын в коляске хочет спать, ну а папка забухать. Он сейчас пивка попьет и с тобой домой пойдет. Коль, сынок, ты будешь, пай, папка даст и мне на чай. Да что ж такое? Нет, дружище, ты уснешь, песенку мою послушаю. Ах ты ж гад такой. Тише, они спят. Я вижу, совести у него нет. Оставила его одного с ребенком присмотреть, а он напился. Он не пил, хотел, но не смог. Ребенок ему не дал. Так а чего он сейчас спит? Устал? Он его три часа укачил. Тогда мне непонятно, кто за кем присматривал. Ой, ладно, спасибо вам большое. А этот пусть сам дойдет. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Эх, старик, а я не пил. Вещи теща собрала и уехала домой. Не вернется к нам она Эта старая корда. На краях. Ну давай, кабан, рассказывай. А шо рассказывать? Рассказывай, как ты додумался чужую хату вставить? Никакая она не чужая. Это моя личная квартира. Че ты чешешь? Какая твоя личная квартира? Трешка в центре города? Кабан, твоя квартира вот здесь. Потому что тут ты живешь чаще, чем там. Согласен, конечно. Давай, давай. Вот только квартира реально моя. Пришел я в мою квартиру, открыл моими ключами дверь. Кабан, да что ты втираешь? Соседи видели, как ты минут двадцать в замке ковырялся. Да просто не мог подобрать ключ. Да просто тяжело подобрать ключ, когда у тебя его нет. Да. Не тяжело. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, пацаны, реально моя эта хата. Да. А шо ж тогда в твоей хате делают женские шмотки? Или ты из этих? Заднеприводных. Да сами вы из этих. Народ про вас только так и говорит. Так, ты по делу давай. Женские шмотки что делали? Женские шмотки женщины позабывали после сладостных утих. А, сладостных утих. А шо ж тогда в твоей квартире ни одной мужской вещи не обнаружено? Так а шо правильному пацану надо? Футболочка, штанишки, носочки да труселя. Все на мне. Хабан, а шо ж ты тогда в своей собственной хаты телевизор выносил, а? Перестановку делал. Какую нахрен перестановку? В подъезде? Мы ж тебя с этим телевизором в подъезде с поличными взяли. Ладно, с телевизором это я, конечно, лоханулся. Ну а? Ладно, готов сотрудничать со следствием. Вот это другое дело. Пиши им. А вы меня срок скостите за чистосердечку. Скостим, Каман, скостим. Только давай все подробно, подробненько, как все было, когда и зачем. Давай. Короче, дело было так. Пиши. Открывай. Сейчас все покажу. Так. Я такой был на улице. О, стоять, какая улица? Давай рассказывай с того момента, как ты в хату уже вошел. А, в хату. Да. Зашел я такой в хату и сразу к сейфу. О, так, хорошо. К сейфу. Открыл сейфик. О. Ну и сразу оттуда все самое ценное. Ну там бабки, там документы, ценные бумаги. Так. Вот. И потом захотел в туалет. Пиши, в туалет захотел он. Так. Э, Кабан, ты чего? Вообще уже? А, перехотел я, короче, потом в туалет и пошел сразу в спальню. Так, хорошо, в спальню. Захожу такой в спальню. Так. Ну там кровать, все дела. Ну я, естественно, сразу под кровать. Так, под кровать. Пиши. А вы заглядывать не будете? Ну. Вот. Заглядываю, значит, я под кровать. Так. А там? А тут ничего нету. Да, вспомнил. Там ничего не было. Ага, пиши. Ничего не было под кроватью. Ну и ушел я оттуда. Ага. А, нет. Сначала можно платочек есть у вас? А, платочек. Сначала вытер отпечатки пальцев. Ага. Ну и все. И свалил. О, можешь, если хочешь. Молодец. Красавчик. Мы за это тебя точно годик скостим. Да. Спасибо, мужики. Вот сердечная благодарочка. Давайте. Э, кабан, открывай нас. Выпускай. Хороших выходных вам, мужики. Да каких хороших выходных, кабан? Мы тебя за это на пожизненное посадим. Не получится. У вас на меня ничего нет. А у меня на меня все и есть. Ага. 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 Стой. Давай ключи. Так откуда он? Ага. 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 Вы нельзя, если хотите открыть. У меня как-то стамеска, блин, прилетело. Я три дня в отключке был. Я тебе гарантирую, если ты не вспомнишь, я тебя отключу на неделю. Мне через 15 минут людям задание надо давать. Так, все, я понял. Надо восстанавливать события. Какие еще события? Ну, как все было в тот день, когда вы попросили меня конверт спрятать? Так восстанавливай, чего ты сидишь сиднем? О, вот эти слова. Не мальчик, а ну, женщины директора. Так, как все было? Ну? Вспомнил? Вспомнил. Что вспомнил? Код от сейфа? Вспомнил, что я в тот день с физруком был. А? Не прошло и 200 грамм, а первая зацепочка. Есть? Молодец. Надо звать физруком. Так я вот этим мизинцем ерю 30 килограмм. Да ты что? Сломал. Кстати, я от доску пятерку. Кстати, тоже вот этим мизинцем могу... Ну, хватит уже. Вспомнили? Что вспомнили? Код от сейфа. Вспомнили? А, ну, вот вспоминаем, вспоминаем. Секунду от сейфа. Ой, господи. Эх, дядь, мне сейчас бы еще два по 0,5 пивка бы шлифануть это все. Я тебя сейчас шлифану. Вот я тебя шлифану так, что тебя родная мать не узнает. Вот это ты, Витек, голова. Ну, действительно, два пивасика было. Смотри, 0,5, 0,5, блинц, шпок, и как заказывали, два по 0,5. И, Жека Сантьевна, напомню, помню про вас, ваш конверт. Он пустой, посмотри еще туда. Эх, дядь, бить сейчас бы к пивку еще рыбки бы. О, а вот и рыбанка моя. Вот она. Та-дам. Что это за листок? Дай сюда. Здравствуйте. Дай сюда. Это же задание. Жирный. Что это такое? Я вас сейчас поубиваю, гады. Вот такие. Вот сейчас бежим, как можно. Валим, дядь, Валим. Гады. Что вы наделали? Вам что-то дать? Ага. А что вам дать? А, успокоительное. Сейчас. Одну секундочку. Сейчас. Так. Держите. секундочку. Ага. Давайте. Еще. Ага. Поняла. Сейчас. Побольше. Ага. Лучше. Чуть-чуть. 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 Евгений Михайлович, я припарковалась. А-а-а. А-а-а. Я так поняла, что это ваш инструктор по вождению. Да, Евгений Михайлович, поедемте дальше. А-а-а. А-а-а-а. Как же вы довели его до такого состояния? Да что, никак не доводило. Мы просто выехали на встречку. Ну, под КамАЗом мы же проехали. Под КамАЗом? Да, под КамАЗом. А у него в этот момент так быстренько волосы окрасились. Это было так прикольно. А-а-а. Что? Су-су-су-су-су-су. Что? Ну, я же не виновата, что с вашей стороны дверь вырвала. Ну, бывает, но вы же целые и невредимые. Я так поняла, что ваши занятия на сегодня закончатся. А-а-а. Мне что, дадут права? Круто! А-а-а. Мне кажется, что Евгений Михайлович говорит, что вы не сдали на права, и вам придется прийти на пересдачу. На пересдачу? На пересдачу? Ой, спасибо! До свидания! Евгений Михайлович, все успокоительные, что у нас есть. Да? Поняла. Господи, бедный. Так, Бережок, я так понимаю, вы по поводу молодежного государственного кредита с пониженным процентом, правильно? Да! Ну, что вы так не обманчиваете? Может быть, все будет хорошо. Вы справочки принесли? Да. Пожалуйста. Это справка из ЖЭКа. Это справка об окончании учебы. С места работы. С предыдущих работ. Справка о состоянии семьи. Справка о состоянии здоровья каждого члена семьи. Справка о состоянии здоровья каждого члена, члена семьи. Справка о том, что ни один из членов семьи не состоит в другой семье. Пожалуйста, это справка о зарплате. Это справка о том, что я отсутствовал на работе, пока собирал эти справки. Это справка от нотариуса, что эта справка настоящая. Это копия лицензии нотариуса, заверенная другим нотариусом. Это сам нотариус. Подтверждаю. Я могу идти? Идите. Это справка о том, что я не брал кредиты ранее. Это страховка. Это справка с места жительства. А это свидетельские показания соседей о том, что я действительно там проживаю. Я надеюсь, вы не принесли справку с анализом мочи? Ха-ха! Пожалуйста! Вот! Все в порядке. А это оригинал. Посмотрите, чистая, как слеза. Я вас прошу, пожалуйста, уберите это. Хорошо, и так посчитаем ваши справочки. Так, 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 так. Ровно 98. Спокойно. Вот справка о гражданстве. А это справка о том, что родственников за границей я не имею. Прекрасно. Ровно 100. Отлично. Сейчас. Так. Пожалуйста. Как отказано? Почему отказано? По нашей инструкции, если клиент принес столько справок, значит он сумасшедший. А у вас справочки о том, что вы не сумасшедший, нет? Спокойно. А знакомьтесь, пожалуйста, вот с этой справочкой. Угу. Здесь справочка о том, что я имею право убивать банковских работников в случае, если они откажут мне в кредите. Стоять! Ах ты! На троих. Говорят, с тобой без 100 грамм не разобраться. Сейчас я это проверю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В рабочее время, да еще и во время поста. Я... Я причащаться хочу. Я так и понял. Ну, я не для того, чтобы морали читать пришел сегодня. Я по делу. Сайлент-блоки мне нужно поменять. А вам какие? Американские или отечественные? Сын мой, проверенные от слова вера. Значит, американские ставить нужно. Сколько они стоят? Три тысячи и один. Окстись! Что за цены у вас? От лукавого! Пусть это католики и протестанты ездят на этих американских. А нам подавай православные. Наши ставь. Хорошо. Здрасте. Здрасте. День добрый. Вот. Машину купил. Поздравляю. Спасибо. Можно мне диагностику сделать? Конечно. Загоняйте, посмотрим. Не советую вам услугами этого СТО пользоваться. Цены у них дьявольские. Так, батюшка, это ближайшее СТО от рынка. Не нужно вам диагностику делать. Лучше осветить машину, укропить ее святой водой. И поедете вы, горе не знаючи, хоть за три-девять земель. Батюшка, а вы чего клиентов моих отбиваете, а? Ничего подобного. Никого я не отбиваю. Просто направляю заблудшую душу на путь истинный. Так, 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 подождите. Сколько стоит диагностика? Полпары тысячи. Ага. А ваши услуги? Все по прейскуранту. Всего лишь одна тысяча. И деньги-то не мне, деньги-то на храм. Хм. Ни гвоздя, ни жезла, ни ямы, ни выбоины, ни открытого люка. Спасибо. Благодарю, батюшка. Вот как договаривались ваши деньги. Не мои это деньги, а на храм это деньги. Ну, на храм, на храм. Благодарю. Счастливого пути. Своего доброго. И не стыдно вам, батюшка, заповедь нарушать. Не укради у ближнего своего. Вы зачем у меня клиента увели? Ничего я не крал. Это здоровая конкуренция. Как говорят в Америке, just a business. Кстати, об Америке. Саленблоки все-таки ставь американские. А как же католики православные? Вера, она одна. А как говорится, на бога надейся, а саленблоки ставь проверенные. Так, что еще? И вот, вот эту штуку выбросите, а то она так воняется, просто фу-фу-фу. Нормально, что пахнет, у нас в машине повисит. Скажите, а вы меня просто так остановили, или я что-то нарушила? Нет, не просто так. Вы проехали под знак. Ой, простите, вы знаете, у нас это первый раз. Ну, если первый раз, тем более вы в положении, пойдем на встречу, сделаем вам скидочку. 500 гривен. Да, и протокол выписывать не будем. Так, на месте решим. О, отлично. И денюжка есть, и протокол выписывать не надо. Чего вы плачете? Что случилось? Мне же тут так резко захотелось, чтобы вы выписали мне протокол. Я первый раз такого водителя бачу. Ну, вы успокойтесь, мы зараз найдем, как из друга нарушение, то и выпишем. Конечно. У вас огнетушитель есть? Нет. Вот и отлично. Вот сейчас мы это и запротоколируем. Да, что случилось? У меня нет огнетушителя. Успокойтесь, ну не плачете. Ну, принесу я вам зараз этот огнетушитель. Все будет хорошо. Вы, главное, не переживайте. Вам волнуваться нельзя. Ой, спасибо вам большое. Сейчас будет у вас огнетушитель, и все будет у вас хорошо. Вы такой хороший, знаете, вы оба хорошие. Вы меня понимаете. Не то, что мой муж. Вот, теперь у вас есть. Огнетушитель. Ага. Да что такое опять? Что вы плачете? У меня... Теперь есть огнетушитель. Значит, вы мне не выпишите протокол. Да, ё-моё, капец. Ну, давайте мы вам выпишем протокол за попереднее порушение. Ось, не надо нам гроши, берите. Спасибо. О, все, теперь вы успокоитесь? Да что такое опять, ну? Я в туалет хочу. Ну, давайте, идите, у нас там на посту есть туалет. Давайте, помаленьку, вы выходите. Так, 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 так. Вообще-то, то не туалет, то мой кабинет. Вот вы знаете, вот до пятого месяца такого не было. Вот, было все хорошо. А сейчас-то, вот если что-то захочу, то все. Вот просто истерика. Ну, мы все, что вы хотели, сделали. Больше не будет у вас истерики. В туалет же не хочете? Может, за водичкой шамотнуться? Чи снятое колесо, чтобы вы его опять понюхали? Не. Ну, тогда, счастливой дороги. До побаченняя. Спасибо, ланатчики, большое. Вы такие классные. До свидания. До свидания. До побаченняя. Баляха-муха. Оце геморрою с теми беременными, як с нашим генералом. Кстати, а ты пузо нашего генерала бачил, може він тоже беременный? Я вообще знак бы ввел. Обережного гидна за рулем. Ага. Чтоб все знали. Слушай, ты ж в курсах, моя жінка тоже беременна. Сейчас пока второй месяц, но скоро пятый. И что, это вот такое точно самое начнется? Сань, ты мне будешь помогать? Сам заделал, сам и выкручусь. А це ж ты мне контрацептив тоди презерватива не дав. Як не дав? Дал? А, не, не дав. На троих. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...